Всем привет! Меня зовут Юля и я менеджер компании Комплета. Сегодня я расскажу про кейс о ведении и продвижении Яндекс.Дзена для компании Altastep. Для начала немного расскажу о нашем клиенте. Altastep – это лидер производства напольного покрытия в России. Также он принадлежит группе компаний Altaprofile и существует с 2018 года. На данный момент у Altastep более 12 тысяч партнеров. Давайте поговорим о том, с чем пришел наш клиент. Во-первых, это отсутствие канала в Дзене. Клиент не пытался привлекать аудиторию через данный канал. Во-вторых, первое время статьи были единственным нашим контентом. Видеоконтент появился только спустя год после регистрации и ведения канала. И в-третьих, у нас не было уникального фотоконтента. Все фотографии мы брали из фотостоков. Перед началом продвижения мы поставили перед собой несколько задач. Во-первых, это повысить узнаваемость бренда, создать дополнительный охват потенциальной целевой аудитории, а также проверить Яндекс.Дзен на лидогенерацию. Сможет ли он приносить заявки нашему клиенту. Как же мы это сделали? Мы начали с анализа конкурентов. И первое, что нужно знать про Дзен, особенно из-за блокировок всех социальных сетей, сейчас туда активно перетекает B2B-сегмент. Поэтому важно активно изучать конкурентов, особенно тех, у кого за плечами успешные кейсы. И перед созданием канала мы изучили пять основных конкурентов Альтостепа на Дзене. В основу анализа легли формат контента, рубрики контента, аудитория и ее прирост. Анализ конкурентов показал, что лишь три из пяти ведут Яндекс.Дзен регулярно и используют разные форматы и рубрики контента. Что касается анализа целевой аудитории, то аудитория канала — это мужчины и женщины от 45 до 54 лет, которые делают ремонт дома, на даче или интересуются услугами компании. Большая часть из них проживает в Москве и Московской области. Первые работы мы начали в мае 2021 года. Для пошаговой работы и планомерного выпуска контента требовался контент-план. В течение каждого месяца выходило по четыре статьи. Они были заточены под потребности целевой аудитории. Все про кварц-винил, SPS и другие виды напольного покрытия. Они отвечали на узкие и на широкие, а также на дополнительные вопросы, чего прежде в статьях не было. Со временем прирост подписчиков увеличился в восемь раз. Что касается рекламы. В Дзене существует два рекламных формата. Первый — это scroll to site. Человек докручивает страницу и его с Дзена переводят на сайт компании. И это реклама на ресурсах Яндекса, когда оплата происходит за количество показов. Во-первых, не имеет значения количество знаков статьи. Это может быть лонгрид на 10 тысяч символов, а может быть страница текста. Главное здесь количество времени, проведенного на сайте. Минимум 30 секунд за дочитывание одной статьи одним пользователем. Во-вторых, в отличие от социальных сетей, Дзен миксует и выбирает наиболее оптимальное количество изображений на разные креативы. Это сильно улучшает результат. То есть вы создаете новое рекламное объявление с новыми заголовками и референсами, а Яндекс выбирает самые удачные для вашей целевой аудитории. Яндекс Дзен — это отличный вариант для новой аудитории, которая заинтересована в ваших услугах и мало знает о бренде. Мы рассматривали контент через несколько метрик. Во-первых, это CTR и число дочитываний в Дзене, а затем процент и стоимость конверсии уже на стороне клиента. Чтобы отрегулировать воронку комплексно, важно было добиться роста этих показателей одновременно. Ведь хорошие медийные показатели бесполезны, если конверсия низкая и наоборот. Высокий результат дали статьи в формате. Минусы и плюсы SPC покрытия, мифы о том или ином виде покрытия, пошаговое руководство о ремонте, а также советы и ответы на часто задаваемые вопросы о кварцвениле, SPC и другом виде покрытия. Что касается результатов. Мы получили более 498 тысяч показов с февраля по март и 8855 дочитываний. Снизили стоимость одного дочитывания до 2 рублей 90 копеек и получили более 2000 визитов на сайт. Также хотелось бы сделать несколько выводов. Яндекс.Зен — это лидогенерирующий канал. Он помогает искать новую аудиторию и получать клиентов. Для выбранной ниши подойдут статьи в формате, развенчивания мифов, советы и ответы на частые вопросы аудитории. Для запуска первой статьи стоит изучить главных конкурентов и построить четкую контентную стратегию. Ну и, конечно, не стоит бояться видеоконтента. Он по-прежнему интересен пользователям, особенно на удобной для них площадке. Если хотите узнать больше о ведении и продвижении Яндекс.Зена, заходите на наш сайт. А на этом у меня все. Всем пока!